Всем привет, с вами MadScientist, это канал Патан Амебного Уровня. Все студенты, которые ответственно учат патанатомию, знают, как выглядит инфаркт миокарда. Белый с геморрагическим венчиком. Вот такой. Или вот такой. Проблема в том, что этому инфаркту около трех дней, а пациенты чаще всего умирают в первые сутки. И на вскрытии инфаркт выглядит обычно примерно вот так. То есть мы видим какой-то участок бледного миокарда с вроде как неравномерным кровенаполнением. Вот такой вот участок. Короче, черт его знает. Может инфаркт, а может просто кровь стекла вниз под действием силы тяжести. К счастью, ответить на вопрос можно, если вспомнить, что в клетках есть вот это. Это дыхательная цепь. Или цепь переноса электронов. Или кошмар с БХ. Так вот, в этом кошмарике есть фермент надаж-дегидрогеназа, который, как следует из названия, отрывает от надаж-протоны. Как можно применить эти протоны? Есть два способа. Первый подешевле. Можно заюзать телурид калия, чтобы протоны восстановили его в металлический телур. Там, где будет восстановление, и следовательно будет темный телур, надаж-дегидрогеназа работает, ишемии нет. Где нет восстановления, надаж-дегидрогеназа не работает, ишемии есть. Примерно так. Где темное, там все нормально, где светлое, там инфаркт. Второй способ подороже. Называется фенилтетразолиевый синий. Принцип действия тот же. Надаж-дегидрогеназа есть. Эта фигня с трудно выговариваемым названием. Разрывает цикл и превращается в формазан, имеющий яркий синий-фиолетовый цвет. Надаж-дегидрогеназа нет. Извиняйте, ишемия и бледность. Как вот, например, здесь. Но не стоит забывать один маленький нюанс. Надаж-дегидрогеназа у умершего человека живет не бесконечно. Сдыхает она по разным данным за 6-12 часов. Поэтому, если тело умерло довольно давно, проводить реакцию уже нет никакого смысла. Под микроскопом на стандартном гематоксилене и озене досуточный инфаркт тоже узнать практически невозможно. Пересокращение фрагментации кардиомиоцитов. Все. В этом случае нам поможет шик. Не этот. А этот. И этот. Слева периодная кислота. Справа реактив шифа. Миокард это мышца. А в мышце есть гликоген и прочие сахара. Сахар это многоатомный спирт. Периодная кислота окисляет спирт в альдегид. Альдегиды уже прекрасно реагируют с реактивом шифа. И в итоге получается примерно вот такой вот малиновый цвет. Соответственно, чем малиновый миокард, тем меньше ишемия. Чем он бледнее, тем ишемия выраженнее. Соответственно, слева ишемия относительно незначительная. А справа она уже достаточно выраженная. И опять же, не забываем, что в умершем человеке даже у нормальных тканей бывает гипоксия. Соответственно, если труп лежал день и более, все запасы гликогена будут съедены к чертовой матери. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...